А вот и продолжение, начинаем. Наруто с Изуму на всех парах бежали в сторону поля боя. Как тут блондин уловил сигналы в своей голове. Наруто, это Узукаги. Та печать, что я поставил на тебя, отвечает за связь между Шиноби на большом расстоянии. Я уже оповестил командиры отряда Западного побережья, что вы присоединитесь к битве. Ты сражался когда-то с представителями клана Хазуки? Да, доводилось пару раз. Ответил Наруто, вспоминая встречи со вторым Мизукаги и временным напарником Саски, Хазуки Сугитсу. Хорошо. Удачи вам и принесите победу Азуши. Хай, Узукаги Сума. Ответил Наруто и обратил взор на Изму. Ты владеешь стихией молнии. Я тебе больше скажу, другими стихиями, кроме Сутаны и Датона, не владеет ни один Узумаки, даже папа. Я не ручаюсь, что у Кагото нету предрасположенности к молнии, например, но все знания о использовании и развитии были утеряны. Ответил Изму, пытаясь не отставать от Наруто. Это плохо. Ну, может хоть получиться использовать слабость водных техник против Датона, но вряд ли это поможет. Хазуки предпочитают ближний бой. Объяснил Наруто. А ты много знаешь об этих водяных демонов. Наруто оставил это замечание без ответа, а сам уже строил план на битву. В конце концов, ребята добежали до места назначения. Им открылся вид на каменистую местность, которая была под густым туманом. Наруто сразу же вспомнил технику своего первого серьезного врага. Футан, великий порыв. Слажив печати, сказал Наруто и выпустил огромный поток воздуха, который в мгновение снес весь туман. Их взору предстало кровавое побоище. Большая часть Узумки уже пала, ведь противник бросил вперед свои элитные части. Они в идеале владели техникой гидрификации, поэтому удары красноволосых не приносили им ощутимого урона. Наруто посмотрел на берег, и увидел, что высадилось только 10 легких судов, а это приблизительно 150 200 шиноби. Не так далеко виднелись полчища этих кораблей, в общей сумме около 50 таких же судов и 7 больших кораблей, каждый из которых может нести на себе вплоть до тысячи людей. Только этих мелких данных хватило Наруто, чтобы понять, что враг настроен захватить Узуши. Как и говорилось, большая часть Узумки уже пала. В общей сумме, среди красноволосых было не больше 100 шиноби. Наруто распечатал катану и провел по ней чакру молния. Он решил не терять времени, поэтому сразу же активировал мангёки. Своим чутким взглядом он нашел в сражающейся толпе лидера красноволосых, которого обступили пятеро шиноби Хазуки. «Стой здесь, и жди моего сигнала!» Приказал он Узуму, на что тот кивнул. Нельзя было в этой битве потерять единственного наследника клана. Наруто исчез в воронке Камуя, и появился возле одного из врагов, который хотел нанести удар по лидеру. Меткий колотый удар в грудь, и Хазуки падает замертво. «Главное оружие против гидрификации — это стихия молния, ведь она способна дестабилизировать состояние воды в организме и сделать члена клана Хазуки уязвимым для физических атак. Но тут, неожиданно для командира, его спаситель понесся с оружием на него. Зря, конечно, тот боялся, ведь Наруто прошел сквозь него и горизонтальным ударом поразил сзади стоящих Хазуки. Приказал всем отступать. «Навяжем им дальний бой!» Сказал Наруто относительно молодому парню, который носил командирскую печать Узумуки. С помощью этой печати, командир может одновременно сообщать команды всем шинобезверенного ему отряда. Тот сделал так, как скомандовал ему Наруто. Узумуки, с помощью чакры, начали отходить так, что Хазуки не могли поспевать за ними. «Команды отряду повторять за мной!» Сказал Наруто командиру, когда Узумуки оказались на расстоянии, слажив печать змея. «Датон, грязевая волна!» Совместной атакой более ста человек Наруто удалось заставить Хазуки потерять равновесие. Но тут он заметил, что корабли с другими отрядами были все ближе и ближе, поэтому нужно было побыстрее разобраться с этими. «Как вас зовут?» Спросил Наруто командира, пока Хазуки приходили в себя. «Казума!» Пролепетал командир. По нему было видно, что он только недавно стал командиром и еще не сталкивался с подобным. «Казумасан, сейчас я использую одну запретную и очень опасную технику. Когда Хазуки превратятся в белых жлеподобных существ, нужно скомандовать всем добить их с помощью мечей. Только нужно спешить, ведь в таком состоянии они продержатся недолго!» Сказал Наруто, со всей серьезностью смотря на командира. «Хорошо. Я сделаю все возможное, Наруто-сан!» С решимостью в голосе сказал Казума. Наруто сложил печать змея, и все его тело покрылось молниями. «Изаму, когда погаснет свет, ты должен вытащить меня оттуда!» Через печать обратился Наруто, и на ужасающей скорости помчался в самую гущу Шиноби Хазуки. «Райтон! Явление Райтзина!» Выкрикнул Наруто, и с неба по нему ударило молнией. От блондина послышались ужасные крики, а все поле боя покрыло большая вспышка света. От тела Наруто, волнами, начало исходить электричество, поражая и парализуя всех на своем пути. Когда вспышка погасла, в взору Шиноби Узумаки предстали поверженные враги Наруто, который лежал и сотрясался от множественных ударов электричества. Рядом с ним мгновенно появился Изаму и забрал тело в безопасное место. По отмашке командира, все Шиноби Узумаки, с победными воплями, помчались добивать бессознательных Хазуки. «Наруто-сан, вы в порядке?» Обеспокоенно спросил Казума, оказавшись рядом с блондином. «Е-е-е-я-е-е-е-е-е-е в порядке?» «все еще сотрясаясь от электрического шока», — сказал Наруто. Тем не менее, он нашел в себе силы подняться. «Но вы и даете!» С нервной улыбкой, почесывая затылок, сказал Изму. «Ничего страшного!» Сказал Наруто, отряхиваясь от пыли. Заряд был слабеньким. Если бы я ударил в полную силу, половина острова бы смела, а меня разорвало на части. — Наруто-сан, мы перебили всех Шиноби. — сказал Казума, вздохнув спокойно от того, что с Наруто все в порядке. — Это хорошо, но на нас еще идет целая эскадра. — ответил Наруто, указывая пальцем на океан. — К нам придет подкрепление. — Нет. — отрицательно покачал голову Казума. Узукаги приказал усилить оборону на других направлениях, дабы избежать полной блокировки деревни. Ашина-сама не уверен, что здесь единственные их силы. Очевидно, что они рассчитывали на быструю победу, поэтому ударили большими силами на самый малочисленный участок. — Дело плохо, но есть шанс выкрутиться и даже победить. — рассуждал Наруто, потирая переносицу. — Благодаря тому, что мы победили ту группировку, что уже высадилась, наши эксперты в Фуиндицу приступили к восстановлению барьера и водоворота. — Если мы сможем продержаться на суше максимально долго, то мы сможем потопить их корабли с помощью водоворота, а проникнуть через воду им не даст барьер. — Тогда мы всеми силами сможем пойти в контратаку, не боясь за безопасность деревни, и отогнать этих гадов обратно в океан. — разъяснил свой план Казума. — Хм, а это может сработать. Сколько суден и кораблей у нас есть? — решил уточнить Наруто. — Наруто-сан, тут такое дело. Немного замялся Казума, под холодным взглядом Мангёки. — Боевого флота у нас нет, от слова совсем. Сказать, что это удивило Наруто, то лучше промолчать. — Как островная страна деревни может жить без боевого флота? — спросил Наруто, бураве командира своим шаринганом. — Мы мирный клан, поэтому думали, что флот нам не понадобится. У нас есть только несколько торговых судов. — Это капец. — сказал Наруто, хлопая себя ладонью по голове. — Ладно, сейчас нету времени думать. Враг уже на подходе. Так может я вам подсоблю? — А, Наруто! — прозвучал низкий басистый голос, а на берег приземлился тот, от которого все шинобиозумаки тут же попадали в обморок. Ведь не каждый день увидишь демона, олицетворение ненависти, живое сосредоточение зла, и просто красивого лисенка высотой около 20 метров. — Ринза Кубиджудама. В океан полетел последовательный залп небольших бомб Хвостатого, который начисто стер все корабли Хазуки с лица земли, кроме одного большого корабля, который размещался дальше всех. Но Наруто не хотел давать им просто так уйти, поэтому исчез в Камуе. Наруто, используя неосязаемость Камуе-меч, пропитанный чайкрой молнии, начал быстро и особо не церемонии систреблять весь экипаж корабля, оставляя лишь некоторых в живых для дальнейшего допроса. Судя по одежде одного из Хазуки, Наруто наткнулся на большую шишку. Он его быстро скрутил, обезвредил с помощью райтона, затащил в капитанскую каюту и начал допрашивать. — Говори, мразь, кто слил информацию о том, что барьер в этом участке рухнет? — Отвечай, мразота! — крикнул блондин, отвешивая мощный удар с кулака прямо по челюсти. Наглый Хазуки лишь демонстративно сплюнул кровь прямо в лицо Наруто. — Хорошо, тогда! — угрожающе произнес Узумаки силой и заставляя Хазуки посмотреть ему в глаза. — Гендюцу, Мангёки шарингом! Тело Хазуки повисло, словно тряпичная кукла, а взгляд стал пустой и смотрел в одну точку. — Раз ты вынудил меня действовать настолько радикально, то я хочу полностью прояснить ситуацию. — Почему вы сегодня напали на Узуша? — Мы заключили договор. По нему мы должны были напасть на Узумаки и сражаться до тех пор, пока не прибудет другая сторона. Мы должны были сделать имитацию боя, а затем отступить, будто мы проиграли другой стороне. За это мы должны были получить Южный Малый остров, а затем заключить мир с новым правительством Азушлагакури. — Новое правительство! В шоке спросил Наруто. — Да. Новое правительство открыло нам барьер и убрало водоворот. — А кто другая сторона? — Клан Синджу. От такого заявления Наруто чуть не свалился со стула, на который сел, чтобы легче было проводить допрос. — Хорошо. Теперь самое главное. Кто является новым правительством Азушлагакури? Задал решающий вопрос Наруто. Честно, хоть он и присоединился к клану только сегодня, но уже боялся ответа на этот вопрос. — Джуза и Йоши да Узумаки. — Ответил представитель Хазуки. Наруто ничего не ответил, а просто всадил этому Хазуки куна и в глотку. Он направил чакру в печать на руке и подал мысленный сигнал. — Вы слышали, Узука Гизма? — Слышал, Наруто. — Возвращайся в деревню, нам будет о чем поговорить. — Ты хорошо поработал, мальчик мой. Наруто появился в воронке прямо на недавнем поле боя, которое было украшено неубранными трупами шина Беклана Хазуки. Красноволосым было на них наплевать, они сейчас складывали в гробы тело своих людей. Много достойных мужей сегодня сложили голову за родину. Лицо блондиным было холодное, взгляд суровый, а настроение хуже некуда. К нему подбежал Казума. — Наруто-сан, мы готовы к закрытию барьера. Отчеканил Узумаки, будто бы это Наруто командовал ним, а не наоборот. — Пока ждем. — Холодно ответил Наруто. — Нужно будет выпроводить еще одних названных гостей. Затем блондин повернул голову к Кураме, который выразительно смотрел на него. Уж Лис точно знал, что на душе у его лучшего друга. — Спасибо за помощь, друг. Но сейчас тебе нужно уменьшиться и вернуться к храму. И постарайся максимально скрыть чакру, ведь красные камели на сейдом поле очень чувствительны. Дал Лис намек Наруто. — Понятно, Табирама. Догадался Лис, и выполнил просьбу Наруто. Спустя несколько минут, к берегу начали подплывать новые неопознанные корабли. Как только первый корабль причалил, на сушу спустился красноглазый и беловолосый молодой человек, которого все знали под именем Табирама Синджу в сопровождении своей охраны. К нему навстречу, милким шагом, пошел Наруто. Два блондина остановились в двух метрах друг от друга. Суровые красные глаза Синджу ничем не уступали ледяным глазам Наруто. С кем имею честь вести диалог? — холодно спросил Табирама, прожигая взглядом блондина. — Узумуки Наруто, доверенное лицо Узукаги Сума. Ответил Наруто. — Узумуки значит. Что-то не припомню среди узумуки блондинов. Слегка насмешливо и величаво сказал Табирама. Было заметно, что Синджу не воспринимает его всерьез. — А я не припомню среди Синджу людей с такими красными глазами. Может вы шпион из клан Учхо? В такой же манере ответил Наруто. Лицо Табирамы исказилось злостью, а сам Синджу начал выпускать свое давление чакры, пытаясь испугать и морально надавить на оппонента. Но Наруто не лыком шит и поэтому повторил действие Беловолосого. Увидев, что он не смог добиться предполагаемого эффекта, Табирама выдохнул и немного успокоил свой пыл. — Я требую, чтобы меня сопроводили к Узукаге. Нагло сказал Табирама. — Узукаге не хочет вести с вами беседу, но он отправил сюда свое новое правительство. Думаю, они захотят с вами поговорить. После этих слов, возле Наруто появились Соте и Юта и бросили ему под ноги скованные тела, пока еще живых, старейшин Джуза и Йошиды. Соте передал блондину одну очень интересную папку, которую он с радостью принялся читать. Как интересно, просто, а главное эффективно. Благородный клан Синджу должен был стать спасителем и освободителем, героями Узуши. В драматичной манере выступал Наруто, мельком пробежавшись по предоставленному тексту. — Хотели сделать из Узумаки своих вассалов? — Вот, можете забирать этих двоих. — указал он на предателей. — Они очень сильно хотели к вам в клан. Только есть один нюанс. Наруто махнул головой, а Соте и Юта подняли старейшин за волосы и вспорали их глотки кунаями. — Все, теперь можете забирать. — сказал Наруто, бросая папку с компроматом, которую нашли в доме этих двоих по приказу Узукаги, в лужу их крови. — Что все это значит? — угрожающе спросил Табирама. Хоть по его каменному лицу это сложно было заметить, но его окутывала злость и разочарование, что их план провалился. Это значит, что все договоренности, которые были заключены между кланами Узумаки и Синджу, с этого момента считаются расторгнутыми. Отныне вы нежелательные гости на островах. Также, указом Узукаги от сегодняшнего дня, прекращаются поставки взрывных печатей клану Синджу. Предварительный брачный договор также будет разорван. Это последнее слово Узукаги. Объявил Наруто, складывая руки в замок за спиной и гордо выпячивая грудь. — Надеюсь Ашина-сан понимает, что у подобных решений всегда могут быть последствия. Неожиданно спокойно спросил Табирама. — Кто знает, кто знает. С лукавой ухмылкой проговаривал Наруто, крутя тазом со стороны в сторону. — Если вдруг представим, что клан Синджу объявляет нам войну. Как вы думаете, учихи согласятся объединиться против общего врага? Табирама оставил этот вопрос без ответа, хотя изредка подергивающиеся верхние губа выдавали его истинные эмоции. Он демонстративно развернулся и пошел в направлении своего корабля. Через некоторое время они начали отплывать в море. — Закрывайте барьер! — сказал Наруто, и развернулся в направлении деревни, а изому потопал за ним. Некоторое время спустя Наруто шагал в направлении резиденции Узукаги и по пути замечал, как женщины и дети выходят из убежищ, а заботливые мужья и отцы с беспокойством расспрашивали их все ли в порядке. Увидев боязливые лица женщины и заплаканные взгляды детей, в голову Наруто лезли мысли, которые он решил вскоре озвучить Узукаги. Неподалеку Наруто почувствовал знакомую чакру. — Сенсей! С таким криком Мегуми бросилась в объятия Наруто. Блондин же крепко сжал ее в своих объятиях, утыкаясь в синюю макушку. — Как ты? С тобой все в порядке? Не ушиблась нигде? — засыпал ее вопросами Наруто, разрывая объятия и осматривая ее с ног до головы. — Я в порядке, Сенсей! Прервала его Мегуми, снова заползая в объятия. Как только появились дяденьки с железками на лбах, тетя ее за меня схватила, и мы убежали под землю. Я все время ее слушалась и не отходила от нее ни на шаг. — О, а у тебя точно такая же железка! — весело сказала, протягивая ручки к протектору. Наруто лишь улыбнулся и снова молча прижал ее к себе. — Я сделаю все, чтобы ты была в безопасности! — пообещал сам себе Наруто, а после поставил девочку на землю. — Изаму, будь другом, отведи малышку к нашему дому! — попросил он сына Узукаги. — Конечно! С улыбкой ответил Изаму, подходя к девочке. — Ну что, кто-то хочет покататься на дяде Изаму? — Я! 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 От наполняющей ее радости, Мегуми аж запрыгала на месте. — Тогда, полетели! — сказал Изаму, усаживая девочку себе на шею. На такой веселой ноте они направились к жилищу Наруто. Кабинету Узукаги Когда Наруто зашел в кабинет, атмосфера там была гнетущая. Там присутствовали сам Ашина, Кацуми Мита. Семейство Исаа, вероятнее всего, пошло домой. Ашина сидел за своим столом, подпирая голову руками, а женщины заняли диван. Видок у них был, мягко говоря, так себе. У Зукаги Сама все прошло удачно. Мы спроводили синджу с наших островов. — сказал Наруто, став напротив стола Ашины. — Сколько у нас потерь? — хриплым голосом спросил Ашина, не поднимая взгляд на Наруто. — 76 убитая, 24 ранена. — Люди, которых вы прислали, занимаются доставкой телефона в деревню. — ответил блондин, закрывая на минутку глаза. — Ясно. Кацуми Обратился Узукаги к своей жене. — Займись, пожалуйста, подготовкой похоронной процессии в храме на завтра. — Проводим наших героев со всеми почестями. — Конечно, дорогой. — ответила женщина, и направилась к выходу из кабинета. — Нита. Перевел он взгляд на дочь. — Подготовь список семи убитых Шиноби, и займись обеспечением для них всем необходимым. Денег не жалей, они спасли наш клан. Но потом принесешь мне полный отчет. Также необходимо обеспечить должную медицинскую помощь раненым, это я тоже оставляю на тебя. — Иди, голуба моя, мне нужно поговорить с Наруто наедине. — Хорошо, отец. — ответила Мита, и выбежала из кабинета полной решимости угодить отцу и клану. Напоследок, она бросила на Наруто свой онниксовый взгляд, но тот на это бровью не повел. — Ты довольно странный человек, Наруто. — Зачем ты вдруг передумал и решил остаться с кланом? — спросил Узукаги, вставая со своего места и направляясь к окну, созерцая свою любимую деревню, ради которой он готов сложить свою голову. Будто бы Исао вам не рассказывал, что он вытянул из воспоминаний к юбе обо мне. Немного недовольно пробормотала Наруто, сложив руки на груди. — Рассказывал. — Но после того, что он натворил, я не совсем склонен ему верить. — Я хочу услышать все от тебя. Ашина повернулся к Наруто лицом и смотрел ему в глаза. Тогда в глазах Наруто завертелись Тритамаэ Шарингана, отправляя Узукаги в путешествие по его жизни. Вся жизнь Узумаки Наруто пронеслась перед Ашиной. От рождения и смерти родителей от рук Девятихвостого, прям до сегодняшнего дня. Все взлеты и падения, все радости и разочарования, все горе и все счастье. Подробно они остановились на рассказе Лиса о судьбе клана Узумаки. Будто бы он смотрел фильм длинно в целую вечность, но в реальности прошло не больше секунды. Ашины переполняли чувства разочарования, злости и обиды на весь мир. Почему судьба так жестока? Почему именно на плечи клана Узумаки свалилась вся тяжесть этой бренной жизни? Надо срочно что-то менять. Наруто От глубокого отчаяния Узукаги достал бутылку со спиртным, и залпом выпил целый стакан саки. Пожалуйста, помоги мне спасти наш клан. За надежду на светлое будущее для своих потомков Узукаги был готов упасть на колени перед любым, но какая-никакая гордость не позволила ему это сделать перед Наруто. Не беспокойтесь, Ашина-сан. Успокаивающим голосом сказал Наруто. У меня уже есть некие очертания плана. Узукаги навернул еще одну стопку алкоголя, приготовившись внимательно слушать Наруто. Что ты хочешь сделать? Спросила Ашина уже слегка пьяным, но все еще уверенным тоном. Ты же не хочешь отобрать у меня титул Узукаги. Ты же хотел стать Каги. Ха-ха-ха, нет уж. Рассмеялся от таких слов Наруто. Бумажную волокиту я оставлю на вас. У меня планы, куда масштабнее сделать из Узушвагакурино-сатановую великую деревню Шиноби. Наруто вышел на балкон с наполненным бокалом вина. После событий на западном берегу прошла неделя. Казалось бы, семь дней это небольшой срок в рамках Вселенной, но за эту неделю многое изменилось. Ну, во-первых, ему дали новый дом. В самом центре деревни, где жила главная ветвь. Все считались его заслугами в защите деревни от полного захвата, поэтому общество восприняло этот факт довольно спокойно. Были особо одаренные, чтобы угнили о том, что Наруто здесь чужак и все эти почести незаслуженные, но на их мнение просто махнули рукой. Дом не особо отличался от предыдущего, но выглядел намного богаче. Балкон его спальни свыходил прямо на главную площадь, где устраивались праздники и демонстрации. Сам балкон был просторным, на нем стоял небольшой столик, пару кресел. В вечернюю пору это место самое подходящее для созерцания красот деревни за бокальчиком вина. Вы не подумайте, Наруто не злоупотреблял, но черт возьми, ему нравился этот напиток. Наруто стоял, оперевшись локтями о массивное перило, и обдумывал события, что с ним приключились. Как я уже говорил, многое за это время изменилось, но обо всем этом по порядку. Ни сколькими днями ранее, что ты сказал? Удивленно спросила Ашина. Я помогу вам сделать из Узыши великую деревню Шиноби. Повторил Наруто. Это я понял. Но как ты хочешь это сделать? Я это делать не буду. Мы будем это делать. Поправил его блондин. И как ты себе это представляешь? У нас нет на это ни ресурсов, ни денег. Подготовка Шиноби на полном дне, а среди наших затесались предатели, которые хотят пустить нас под каблук Синджу. Сомневаюсь, что эти мерзкие старики работали одни. От досады, Узукаги устало выдохнул. Я хочу вам помочь, но для этого мне нужны соответствующие полномочия. Мы живем в мире войн, и наличие сильной армии уже возносит тебя в ранг великих. Вы просто не видите какой потенциал скрывается за вашими людьми, которые готовы одиночку выходить против более сильных противников, лишь бы защитить свою семью и деревню. Это не берется из ниоткуда, это нужно закладывать с детства. Но без явной пропаганды, ведь настоящие патриоты должны поддаваться самосознанию, а не воле других. Эту ошибку и допустили в будущем Синджу, создавая вместе с Учха деревню Канаха Гакури. Их фанатичная вера в волю огня стала слишком противоречивой, и из-за этого многие разуверились в деревне. И я был среди них. Ведь невозможно верить в то, что вся Канаха это одна большая семья, когда другого создателя этой идеологии просто вырезают, из-за опасности их взглядов, от дженчурики, которые в своем теле сдерживают невинных зверей, этим самым спасая их шкуры, подвергать моральной и физической травле. У нас есть очень большое преимущество среди многих других кланов, которые в будущем создадут свои деревни, и это Юл. И Кьюби. И наши знания о будущем. С этим мы сможем учесть все ошибки, которые были допущены в будущем, чтобы подобного больше не повторилось. Во время своего монолога, Наруто подошел к окну, смотря как мужчины, которые вернулись из поля боя живыми, обнимают своих жен и детей, а кто помладше даже своих материй. Наруто сразу же вспомнил свою маму, отчего из глаз потекла одинокая слеза. Сколько раз он рисковал своей жизнью ради других, а сам возвращался в одинокую квартиру в полуразвалившемся доме, где его встречали не родители или любимая девушка, а тараканы, которые лазили в полном беспорядке и мусоре. А смысл было убираться, когда все равно этого никто не увидит и не оценит, а на себя и свое здоровье ему всегда было плевать. У нас есть идеология. Сказала Шина, на что Наруто снова повернулся к нему. Наша воля. Воля к жизни. Значит нужно снова зажечь эту волю к жизни. Но на одной идеологии мощную структуру деревни не выстроить. Я хочу заняться военным делом из уши. Вы позволите мне это сделать? Спросил Наруто, с уверенностью смотря на Узукаги. Я совсем не против, ведь ты доказал свою эффективность на поле боя. Но традиции не позволят мне дать власть над всей военной отраслью деревни тому, кто хотя бы не является членом главной ветви. А я не хочу, чтобы Шинегамисума забирал меня к себе намного раньше положенного срока. С тяжестью в голосе выдавил из себя Ашина. Какие есть пути становления членом главной ветви? Решил узнать Наруто. Для чистокровных узумаки из побочных ветвей это либо усыновление со стороны Кагото из главной семьи, либо брак. А так как ты полукровка, хоть и очень сильный, то остается лишь брак. Извиняющимся тоном ответил Зукаги. Лицо Наруто исказилось недовольством, ведь ему еще рано было жениться. Да и после всего, что клан с ним сделал, не хотелось бы спутываться узами с ним. Хоть его слова и были красивыми и давали надежду, Наруто не планировал оставаться здесь навсегда. Он просто хотел помочь деревне встать на правильные рельсы, дождаться взросления Мегуми, чтобы ребенок не вырос в бессмысленных скитаниях по миру, и отчалить отсюда, когда придет время. Могу я немного подумать над этим? Спросил Наруто, уже думая спросить совет у Курамы. Конечно. Но если надумаешь согласиться, то выбор у тебя будет невелик. Сразу же предупредил его Ашина. Это еще почему? На хмуре и в брови, спросил бывший джинчурики. Из свободных женщин из главной семьи остались только Мея, дочь Исао и моя дочурка Мита. А учитывая всю твою историю с Исао и то, что у Мея есть ребенок, вариант у тебя один. Пожав плечами, сказал Ашина, и сразу же закрыл глаза, чтобы не видеть разъяренное лицо Наруто. И этот вариант, при всем уважении к вам, мне очень не нравится. С тихим рыком сказал Наруто. Мало того, что она была в сговоре с Исао и пленила моего друга, так она даже не извинилась за это. Я уже не говорю о том, что она неоднократно подглядывала за мной, когда я купался в озере, думая, что я этого не замечаю. «Наруто!» Пьяным голосом рявкнула Ашина. Пока Наруто говорил, он успел опрокинуть еще пару стопок. «Ты хочешь сказать, что моя дочь извращенка?» «По-моему, я уже это сказал!» Пробормотал Наруто, немного отвернув голову. Возвращаемся в реальность. Когда мысли Наруто обратились к Мита, к уху блондина донесла снежная мелодия арфы. Наруто взглянул вниз и увидел, что на платформе, которую специально выстроили на площади, сидели довольно взрослые женщины и играли на упомянутых инструментах. Их было восемь, а задавала тон прекрасная женщина с длинными красными волосами и серыми глазами. Их наряды сразу же заинтересовали Наруто. Это было редкое сочетание скорби и утраты, но в то же время утонченности и зрелости. Чисто-черное кимоно с большим коричневым поясом. «Я вижу, церемония уже началась!» Сказал только что пришедший Заму, который облокотился по правую сторону от Наруто. «Мегуми уже уснула!» Спросил блондин, с закрытыми глазами вслушиваясь в нежную и тихую мелодию, что прямо кричит о скорби по любимому человеке. «Да! Я удивляюсь, как у нее после ваших тренировок еще остается столько энергии для игр!» С улыбкой сказал Заму, почесывая свою красную гриву. «Она еще ребенок, а дети очень энергичные!» Пожал плечами Наруто, так и не открывая глаз. «Слушай, Заму! Спасибо тебе огромное за то, что помогаешь мне с Мегуми!» «Правда, спасибо!» «Хе-хе-хе, да ни за что, Наруто-сан!» Со смешком ответил Заму. «Мне только в радость!» «Мегуми прекрасный ребенок!» «Жаль только, что мир особо беспощаден к таким детям!» Сказал Заму, и в разговоре ненадолго установилась пауза. «Может все-таки женитесь на моей сестре, а?» «Она очень добрая, отзывчивая, и готовит просто изумительно!» «А как же любит детей!» «Уверен, Мегуми с ней точно не пропадет!» «Изаму, я не люблю ее!» Выпалил Наруто, и сразу же опрокинул весь стакан вина. Он подошел к столу, где стояла еще целая бутылка и снова наполнил бокал. Все это время его сопровождал сожалеющий взгляд изуму. «Вы просто редко виделись!» «Вот когда вы заключите брак и будете жить вместе, вы сможете узнать друг друга поближе и все будет хорошо!» Продолжал настаивать младший изумуки. «Ты меня не понимаешь, Изму!» Покачал головой Наруто. «Дело не в мито, она красивая молодая девушка, дело во мне и моей голове. Я, буквально, не знаю, как это любить представителей противоположного пола!» Признался Наруто, отпевая еще немного вина. «Нет, у меня были влечения к женщинам. В свое время, я даже не вылазил из борделей, но я никогда не испытывал чувства любви. Была, конечно, одна особа, которую, как я думал, я любил. Да и та предала меня, а я уже потом понял, что это вовсе не любовь, а жалость к ее неразделенным чувствам. Разве ты хочешь, чтобы твоя родная сестра жила нелюбимой в фиктивном браке? «Конечно, нет!» Сказал Изуму и про себя додумал. «Потому что ее любви хватит на вас двоих и еще даже останется. Лучше расскажи мне, что сегодня за праздник!» Попросил блондин, переводя взгляд на сцену. «Это не праздник, а поминальная церемония!» Сказал Изуму, также наблюдая за сценой. «Как-то не так я себе представлял поминки!» Признался Наруто, удивляясь традициям Музумуки. «Так уж у нас заведено! Мы верим, что музыка помогает почившим душам обрести покой в царстве с шенигами. Такая церемония складывается из двух частей, и это первая часть. Мы называем этих женщин покрытые черным. Они, после смерти своих мужчин, не находят себе новую пару, оставаясь верной до собственной смерти. В такие церемонии они играют на арфе, и по поверьям звук этого инструмента может проникать в царство с шенигами. Так они общаются со своим любимым. Вот они уже заканчивают. Сейчас начнется вторая часть. Наруто с интересом наблюдал за происходящим, и впитывал каждую крупицу новой информации. Уж очень его интересовали традиции его предков. Когда он ушел из Канохи, он неоднократно пытался собирать мифы и легенды его клана, но все, что он находил, так это очередные сказки про их силу и могущество. Никакой информации про их быт, жизнь, религию, традиции. Даже руины Узуши ничего ему не дали. Например, он не знал, что они поклоняются шенигами. Он думал, что шенигами просто сущность из другого измерения, которую может призвать человек, ценой своей жизни. А оказывается, это целое божество, которого никто и никогда не видел, а приходит он в виде своего аватара, который максимально близкий к внешности людей. Но сейчас Наруто не до этого. Толпа на площади начала бросать цветы на сцену, после того как покрытые черным оттуда ушли. Зазвучила яркая и ударная мелодия барабанов, и на сцену выбежали 15 девочек в ярких белых кимоно с цветочками. Их лица были закрыты вуалью, виднелись только глаза, но можно было заметить довольно яркий макияж. Они стали кружить на сцене в такт барабанов, но делали это неупорядоченно, словно ждали своего поводыря. И она появилась. А это моя сестренка. Весело проговорил Зму. Наруто широко раскрыл глаза, а нижняя челюсть сама поползла вниз. Перед ним предстала Мита Узумаки во всей своей красе. На ней было надето золотое платье с глубоким декольтой и длинным вырезом на правой ноге. Сверху платье переходило в длинный плащ, который волочился за ней по земле. Корсет-образная часть платья ярко подчеркивала ее осиную талию и внушительную, для своего возраста, грудь три размера. На ногах были туфли на высоком каблуке, а шеи и руки были украшены золотыми изделиями, а на голове надета корона в форме языков пламени. Походка ее была уверенной, взгляд дерзкий, а лицо холодным. Став прямо посредине сцены, она начала танцевать под ритмичный звук барабанов, увлекая в этот танец всех остальных. Но блондин уже ни на кого не обращал внимания, сейчас для него существовала только красноволосая богиня, которая в его мире была женщиной первого Хакаги. Ее кандидатура в мои жены уже не кажется мне такой уж плохой идеей. Пусть у нее и есть беда с башкой, то хоть глазу радоваться будет. Подумал Наруто, отпевая вины с лисьим прищуром смотря на неприкрытые участки кожи его потенциальной невесты. Она была сочетанием разных эмоций и форм выражения человека. Была одновременно женственной и бойкой, красивой и задиристой, властной и покорной, совершенно невинной и очень сексуальной. Грация и львица и робость котенка. Лишь одним взглядом своих анексовых глаз она могла приворожить любого мужчину, кого только пожелает. Ее танец напоминал дикую смесь радости жизни и сосредоточение и страсти. Просто неописуемое чувство. И тут сама Узумаки потянула взглянуть вверх, прямо на балкон блондина. Глаза чистого оникса встретились с глазами, что раньше напоминали бушующий океан, а теперь холодный лед страны снега. Наруто, заметив ее взгляд, лишь хитро ухмыльнулся, брови поползли немного вверх, а сам он поднял стакан кверху, будто бы говоря, за тебя. Мита, от такой реакции со стороны ее возлюбленного, мило зарделась и совсем забыла, что она находится на сцене. Для нее больше не существовало ни ее партнерш по выступлению, ни публики перед сценой. Для нее существовал только один блондин, который попивал вину у себя на балконе, и не стыдясь пожирал ее взглядом. Сначала она растерялась, и думала убежать отсюда со счастливым визгом, но тут же взяла себя в руки и начала выкладываться в танцы еще больше, чтобы глаза Наруто были направлены исключительно на нее. Изуму лишь счастливо наблюдал за потогами своей сестры растопить ледяное сердце одного Узумуки. Хоть он был младше ее на два года, у него была четкая мысль, что он должен защищать и всячески помогать своей сестре, пока она не найдет свою вторую половинку. А когда он узнал, что Мита по уши втрескалась в Наруто, Изуму поставил себе цель любым способом свести этих двоих. Ашина очень сильно облегчил ему задачу, и теперь, чтобы стать членом главного ветра клана, Наруто было необходимо жениться на Мита. Теперь дело за малым склонить Наруто к свадьбе, а Мита без колебаний на это согласится. И увидев взгляд Наруто, направленный на его сестру, он поначалу хотел врезать блондину за такую наглость, но вовремя себя отдернул. Во-первых, это только приближало успех и его цели, а во-вторых, с Наруто так лучше не шутить, ведь он и покалечить может. Акьюби обязательно вступится за него, и тогда деревня свопщикердык. Красивое зрелище! Наконец-то сказал Наруто после слишком затянувшейся паузы, но свой наглый взгляд так и не убрал от созерцания прелестей дочери Узукаги. Это тоже часть обряда? Да. Таких девушек мы называем рассвет жизни. Они представляют собой распустившийся цветок, самый пик жизни любого человека. Все они девственницы, невинные девы, которые ждут своего сужного для создания счастливой семьи и продолжения славного рода Узумуки. Олицетворением, самым ярким цветком, обязательно выступает кто-то из главной семьи, желательно приближенных к Узукаге. И так как Мита в этом году исполнилось 18, то она и является королевой сегодняшнего вечера. Рассказал Изуму, странно поглядывая на бокал вина в руке Наруто. А можно мне тоже попробовать? Нет, мал еще. Сказал Наруто, допивая весь бокал, но снова пополнять его не пишил. Кстати о возрасте. Заинтересованно сказал Изуму. Наруто-сан, а сколько вам лет? 10 октября исполнится 25. Сказал Наруто, и услышал, что музыка стихает, а толпа начала уже расходится. Ого, а я думал вам не больше 20. Сказал Изуму, удивляясь, что человек перед ним старше него аж на 9 лет. На сцене осталась только Мита. Она больше не танцевала, а только завороженно смотрела на, уже любимый, балкон. Она направила в глаза много чакры, чтобы четче видеть своего любимого на высоте двухэтажного дома. Изумуки смотрела прямо в его глаза, и пыталась найти там похвалу о ее сегодняшнем выступлении. Но увидела она лишь узор Мангёки Шарингана. Перед ней появилась воронка, из которой вывалилась маленькая записка. Она бегом ринулась к ее прочтению. «Двенадцать часов ровно. Возле хромышенигами. Жду тебя там». Этих слов хватило, чтобы Мита порхнула домой на крыльях счастье. «Так, Изуму, уже поздно, и нам завтра рано вставать. В восемь утра мы встречаемся с Казумой, обговариваем все насущные проблемы и предложения, и идем обсуждать все с Узукаги. Дальше у нас работа немеренна». Сказал Наруто, прящу бутылку с вином и бокал в тумбочку. «Да, я все помню. Вот только вы так и не рассказали, о чем договорились с моим отцом». Решил более четче прояснить дело Изуму. Что ж, дело было так. Продолжение следует. Продолжение следует.